И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящён уже очень интересным событиям, которые, ну, нельзя никак оставить без внимания, и, ну, при любом раскладе надо как-то объяснить свою позицию, ну, и рассказать вам то, что с моей точки зрения нужно при любом раскладе делать, и оставлять такие моменты без внимания нельзя. Прошло около 12 часов после победы, после победы в третьем сезоне. Вы видите на своих экранах ту самую краску, которой я лично и команда вся в целом очень долго шла, очень хотела выиграть, и смогла это сделать. Смогла. Смогла выиграть краску, смогла добиться этого результата вместе, повторюсь, вместе этого результата. На протяжении двух месяцев, беспрерывно, практически ежедневно, проводя тренировки, готовясь к турниру, разрабатывая все ошибки и проделывать колоссальную работу. Это, я вам скажу, самый жесткий турнир по подготовке. Ни один турнир в моем исполнении за столь долгий период времени не был с настолько серьезной подготовкой и разбором мелочайших вообще вещей. Очень много времени, очень много сил, и все это было ради того, чтобы вы вместе со мной прямо сейчас видели эту краску у себя на экране. Испытали те эмоции, которые давно хранились уже у меня. Ведь с последней победы прошло уже около полутора года. Последняя значимая победа в моем исполнении, исполнении моей команды, было полтора года назад. Это были сетапы. После сетапов не было ни одного турнира, который мы могли бы выиграть. И знаете, это чувство, когда ты не доходишь до победы, когда тебе чего-то чуть-чуть не хватает, где-то ты уже начинаешь ловить какие-то флешбеки, у тебя уже какие-то печальные мысли в голове, и ты думаешь, блин, ну как так? Ну как так? Ну как? Ну у тебя все было, и вот тут чуть-чуть не хватило. Там чуть-чуть не хватило. И может быть уже дело в том, что ты просто там невезучий какой-то. Почему так происходит, да? Почему где-то чего-то не хватает, да? И здесь все сложилось, да? И определенно с каждым поражением я для себя выносил определенные уроки, которые нужно было просто разбирать, выносить, иксить и идти дальше. Если мы уж хотели выиграть, то, как по мне, останавливаться нельзя, и третий сезон, это тот сезон, который уже сразу, со старту, как только у нас появились вот эти вот сезоны Танки Спорта, я определенно в своей голове держал и знал, что вот этот сезон будет очень значимой для меня и моей команды, и его отдавать ни при каком раскладе нельзя. Но сегодня я вам скажу то, с чего, ну, кто-то может быть офигеет, кто-то может быть скажет, что я вообще дурачок тупорылый, и зачем я вообще такие моменты делаю, но это, по сути, первый и последний день в этой краске. Краски кислота, которые шел очень долго. Но так бывает, что краска это не то, что так должно цеплять, и не тот пакт, который должен мне очень сильно нравиться. Да, я безумно хотел ее, но я уверен, что есть один человек, который хотел эту краску не меньше, чем я. Он также вместе со мной играл все турниры, он ржоп урвал, он безумно хотел выиграть, и он выиграл ее полноценно, но ему ее не дали. А не дали потому, что якобы не было набитых раундов. В плей-оффе человек не смог, просто не смог, ну просто не смог. Не смог быть на плей-оффе, он не мог. Он играл всю группу, он играл все квалификации, он играл все, он играл все ТКВ, все, просто все, абсолютно все. Он был с нами всегда. Но так получилось, что он уехал, и не смог присутствовать на плей-оффе. Человек приехал вчера, вчера приехал. Вчера днем он впервые за неделю зашел в игру Впервые Вы понимаете, что такое Ты играешь Долгий период времени, а потом у тебя хороший перерыв И в любом деле Тебе нужен дополнительный фокус после этой недели И ты не можешь просто взять и ворваться сразу Ты не можешь этого сделать Как бы ты ни хотел, каким бы ты ни был сверх крутым челом Когда у тебя неделя Даже там, ну, больше, да Я условно говорю неделя Там вообще прошло полторы, чуть ли не две, да, недели Как Артем очков уехал, если кто не понял Ну, уже все, в принципе, понятно И полноценно он приехал на гранд-финал Он безумно хотел выиграть Но все мы отлично понимаем Что когда ты не играешь столь долгий период времени Ты не сможешь показать максимально четкого результата А я уже, исходя из столь досадного, горького опыта Этого полутора года В своей голове Не хотел дать ни единого шанса оппоненту Даже почувствовать, что у них есть какая-то возможность на победу Возможно, это моя ошибка Но если уж это моя ошибка То, значит, и я тоже Недостоин этой краски Значит, эта краска не моя Если человеку, который играет вместе со мной Уже я не знаю сколько времени Очень много, очень много И происходя такая ситуация И по факту я считаю При любом раскладе Человек, который заходит на гранд-финал И будь он там не набивает эти 100 сраных очков Которые якобы надо набить Чтобы раунд был засчитан А набивает 60, 70 и больше 100 И при этом не получает краску Я считаю, что это полная несправедливость И такого не должно быть Если человек по факту По факту является в команде Которая идет на гранд-финал Которая играет этот гранд-финал То этот человек является частью команды Он не может состоять в команде Которая идет в гранд-финал Зачем ему тогда там состоять? Для чего? Он что там, блядь, сидит где-то или что? Он играет Он есть часть команды Для меня это очень важно И если человек не получает ее Если происходит так, что У кого-то есть негатив Хейт Обида Грусть И он начинает этим пользоваться Ну извините меня Но мне не нужна она тогда Зачем? Для чего? Ну для чего мне нужна краска? Если ему не дают, а мне Зачем она тогда? Для чего? Я всегда придерживался команды Команды Я знаю безумно большое количество Примеров в нашей игре Где Кто-то там краски забирает Кто-то кого-то крысит Но мы уже так устроены Что здесь все строится на отношениях к команде На взаимопонимании На настоящей команде И если уж так происходит И если уж так происходит То с моей точки зрения Это будет абсолютно неправильное решение Если я Оставлю себе краску И при этом У Артема ее не будет Если ее нет у него Значит ее нет у меня Я считаю что Это абсолютно точно Правильное решение И Да может быть с какой-то стороны Мне обидно Да Но Это всего лишь текстуры Просто текстура Просто текстура И все Которую хотел он видеть в своем гараже Я ее увидел На целый день На целый день я ее увидел Я считаю что это Очень крутой результат Полтора года идти И на целый день Увидеть ее Но этого хватит Хватит одного дня Может быть Когда-то она будет Ну я думаю что и не будет Да и не надо она Не надо Я хотел ее увидеть Я ее увидел А теперь Она мне уже Да и как бы И особо и не нужна Раз уж такие ситуации происходят Что ж поделать Я уверен что Многим будет обидно Грустно Я постараюсь Записать За этот день Побольше еще Видосов Уверен что Мы должны еще Поскриниться На память Чтобы что-то осталось В этой краске Надеюсь вы меня поймете Надеюсь вы меня поймете Надеюсь Не будете Обижаться Потому что я уверен что Очень многие хотели бы видеть Эту красочку На стримах На видосах Я запишу Сколько будет в моих силах И все И все Пусть Она Будет там Где Она должна быть Но не в моем гараже Раз уж так происходит Я Не вижу Ни одной причины Оставлять ее У себя в гараже Если уж Игрок моей команды Просто-напросто Не получает краску Из-за Таких обстоятельств Которые произошли Очень Мутная Мутная ситуация С которой я категорически Не согласен Вообще Абсолютно Как-то так друзья Спасибо Вам всем Кто поддерживал На протяжении Долгого периода Времени Нашу команду Кто Болел Смотрел Я очень сильно ценю Я Вижу Сколько человек Реально Болеет Хочет Чтоб мы выиграли Есть конечно Те которые Там переобуваются Хейтят И прочие Да Но любой хейтер Это Тот человек Который При любом раскладе Все равно сидит Смотрит И является Ярым фанатом Поэтому Поэтому Вообще Ничего Хочу Говорить Спасибо Ребят Огромное Всем Спасибо Что болеете Поддерживаете Очень сильно Ценю Я Чувствую Эту поддержку Чувствую Ответственность Которая Происходит Терял Единственное Гореть 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 не будете Оставить Оставить Закрыть Глаза Ведь я знаю В своей голове Что Человек Ее хотел Не меньше Чем я И примерно Столько же Времени Не видел Ее у себя В гараже Отдал Все Что он мог Ради Нее Ну Уж так Случилось Что Не получилось Быть Вместе С нами Тот самый Период Времени Когда Это якобы Нужно Было Якобы Нужно Было Кому Вот В чем Вопрос Ведь победа Есть Плат Огромный Есть И все Есть Все Есть Кроме Краски Кроме Чертовой Текстуры В его Гараже Обидно Грустно Но Как то Есть Так Что Иногда Надо Просто Забыть Про нее Отказаться Идти Дальше Мы Сделали Это Мы Выиграли Мы Добились Этого Общего Результата Но Если Это Общий Результат На Который Положили Большой Болт Ну Значит И мне Этот Результат Нужен Как Командный Результат Но От команды Убирают Одного Значит И общий Результат Остается Без Одной Какой-то Всего Лишь Маленькой Текстурки У меня На этом Все Спасибо Спасибо Рубят Спасибо Еще Раз Спасибо Всем Я думаю Что мы Еще Встретимся С этой Красочкой А может И нет Время Покажет Пока Друзья Пока Продолжение следует